Здарова, пирожочки! С вами Старпер и Хэви Рэйн. Продолжаем. Четверг 2343 114 миллиметров осадков. Скотт Шелби. Мыслей нет. И Леша с ними. Привет. Лорен? Простите, Скотт. Зря вы не послушались, мистер Шелби. Предупреждал же, не лезьте в это дело. Ваш сын серийный убийца. Скольких он должен убить, чтобы вы его сдали? Горди не подарок, но он мой сын. Ну, боёпкий мистер Шелби. Вы не в силах меня понять. Сами напросились. Расследование окончено. Совсем. Ну, ясно. Могу освободиться? Бля. И что? Ага, стекло. Давай, 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 давай. Стоп тебя. Стоп тебя. Так, теперь девчулю. Лорен, Лорен, очнись. Давай, приходи в себя. Да ты задолбала. Блин, если я выбью стекло, она не придется, она задолбунет. Надо ее, это. Давай, по щечкам ей. Как ее это? Блядь, как ее в себя привести? Или просто вытащить можно ее? Ну, вроде тащит. Ну, что, живая, не? Да хорош, куда ты ее тащишь, блин? Делай там искусственное дыхание, или что? Или она рипнулась? Ах, нормально. Я собирался заняться плаванием. Но только не таким образом. У тебя есть машина? От моей ничего не осталось. Да, есть. Что ты будешь делать? Пришло время свести счеты. Идем, пора домой. За преддверие окна. И никого не пускай без меня. Ладно? Осторожней, Скотт. Не хочу тебя терять. Оу. У нас еще одна романтическая линия наклёбывается. Ни хрена он. Серьезно настроен, я смотрю. А, мы сейчас поедем пиздюлей выкатывать. Погнали. Ёпта. Моё почтение. Вот это он ворвался. Надо было пристегнуться, бро. Чё такое? Да ладно. Хрена себе. Серьезно? Он просто их убивает? Одного за одним? Чуваков, которые просто... Ну, хотя ладно, выбора нет. Он терминатор чешуя? Не понимаю. Что это за... Ваншоты? Тхе, пипец. Охрана какие-то бесполезные куски. Какие копы в предыдущем выпуске, если помните. Тоже такие же небащи были. Чё насчет перезарядиться? Да, реакция у тебя никудышная, дед. Сраный урод. Да завальёбыч, блядь. Это твой придурок сын убивал детей. Он мастер оригами. Нет, нет, он не виновен. Он не убийца. Не убийца. Ты чёртов лжец! Говори правду! Нет! Пожалуйста! Не бей меня! Лучше басцы. Не знаю, я клянусь. Ничего не знаю. Нет, нет! Блин! Умоляю! Я скажу! Я всё тебе скажу! Да, ну нормально. Завейлил три куты ей нормально. Горди. Горди ищет развлечений, понимаешь? Он захотел... ...подражать мастеру оригами. Он похитил парня. Слишком долго продержал его под водой. Несчастный случай. С каждым самым можно и зайти. Он хотел поиграть. Горди признался. Он так плакал, так сожалел о случившемся. Что бы он ни сделал. Горди. Горди мой сын. Кому он нужен? Уличный сброд их, как собак нерезанных. Ах ты, дерьмо собачье. А как же Джон Шепард? Зачем носить цветы на магии? Мне? Мне принадлежала стройплощадка. Я понял. Ношу цветы на могилу уже 30 лет. У Джона был близнец. Что с ним стало? Не знаю. Вроде бы отдали другой семье. Его мать? Наверное, знает. Ее зовут Анна. Шепард. Вот какая связь. Понятно. Мое сердце. Сердце. Скорей. Мне нужны таблетки. Моральный выбор. Моральный выбор. Ладно, я помогу ему. Я не могу позволить ему умереть. Хотя он и заслуживает смерти. Спасибо. Ты спас меня. Я жалею об этом. Пиздец он народу завалил. Просто пиздец. Пятница. 907. 127 миллиметров осадков. Так, это у нас больничка, походу. Джон Шепард умер 30 лет назад. Надеюсь, его мать сможет что-то прояснить. Шону осталось всего несколько часов. Надеюсь, я не зря сюда приехала. Ладно, ладно, я понял намек. Не будем тратить время на попытки купить, попить. Здравствуйте, могу я видеть Анну Шепард? Распишитесь, пожалуйста. Конечно, давай. Уляк за корючка готова. Вы, наверное, родственница. Конечно. Да, что это вроде того. О, она так рада будет видеть вас. К ней же никто не приходит. У нее болезнь Альцгеймера. Блять. Она почти ничего не помнит. Но ей будет приятно, понимаете? Девятнадцатая палата. В конце коридора. Спасибо. Болезнь Альцгеймера, конечно. Конечно, это не могло быть все так просто. Девятнадцатая она сказала или что? Вроде да. Я ищу комнату номер 19. Точно. Погнали. Это орхидеи. Если я все правильно понимаю. В цветах. Так, это какая? Четырнадцатая, двенадцатая. Значит, по правой стороне должна быть. По идее, семнадцатая. Вот там девятнадцатая. Бабулька, это ты или нет? Ну, выдающаяся задница в джинсах. Согласитесь. Миссис Шепард? Что? Пора принимать лекарства? Нет, миссис Шепард, я... Вечно забывают про лекарства. И о чем они думают? В другой больнице всегда давали вовремя. А здесь... Меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Вы не расскажете мне о вашем сыне? Мне не нравится больница. И себя здесь совсем невкусное. Ясно, понятно. Так. Приемные родители. Вспоминайте, миссис Шепард. Брата Джона отдали приемным родителям, когда случилось несчастье. Вы помните фамилию приемных родителей? Я просила их принести телевизор. Они сказали, у меня нет на это денег. Жалко. Я люблю смотреть телевизор. Ну, таковы реалии американской системы здравоохранения. Тут ничего не поделать. Вы помните Джона? О! Мой Джонни. Он такой хороший мальчик. Регами. У вас был сын Джон. И у него был брат-близнец. А это что, не телевизор? Принесли лекарства. Пора пить лекарства. Так, блин. Мы... Другой ваш сын, миссис Шепард. Брат-близнец Джона. Как его звали? Какой еще сын? У меня нет другого сына. У меня не было детей. Я знаю, что случилось тогда в Карнаби. Вы помните? Карнаби, говорите? Я, кажется, жила там много лет назад. Денег у нас тогда совсем не было. Еле сводили концы с концами. Миссис Шепард, ваш сын может быть причастен к убийству. Вероятно, вы можете рассказать что-то, что поможет расследованию. Вы новенькая? Где мое лекарство? Начинаю раздражаться. Ваш сын в беде, миссис Шепард. Он совершил что-то ужасное. Его надо найти. Вы понимаете? Что-то ужасное, мне или не знать. Он ни разу не пришел ко мне. За 10 лет ни разу. Ужасно забывать родную мать. Ну, все, мыслей нет. И что? Будем пыриться на бабку? Так, а вот мысли появились. Прикольно. Анна. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. О! Как оригами собирать? Бумажка помятая. Так. 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 Что там, самолетик? Что получилось? Или шапочка? А! Люблю оригами. Нет, это не моя любимая. Так, подожди. Какая твоя любимая? Впрочем, нужно выяснить, какая ее любимая. Я понял. Птички. Собачки. Собачка, что ли? Где-то я видел собачку уже. Вы сами сделали эти фигурки? Мои бумажные зверушки. Дети так любили играть с ними. Угу. Я научила своих мальчиков их складывать. Да, мальчиков, миссис Шепард. Джона и... Как звали вашего второго сына? Второго сына? У меня был один сын. Начинать. Прошка Джонни. Начинается. Ну, пусто-пусто. Хорош пырится. Чего там выше? Это ваши дети, миссис Шепард. Джон и его брат. Это они? Они хорошие детки. Отец совсем не любил их. Вечно пил. Я знаю, что сделать. Нелегко им жилось на свете. Я знаю, что сделать. Надо еще. Еще. Интересно, дадут мне выйти или нет? И не зафейлить при этом разговором? То есть, смогу ли я вернуться? Да, вроде смогу. Надо забрать эти орхидеи. Стопудово. Не зря они здесь стоят. И наверняка... Подожите воспоминания. Сейчас. Могу забрать их или нет? Могу. Могу. Отлично. Погнали обратно. Женство находит. Миссис Шепард рассказывает вам о прошлом. Она почти ничего не помнит. А иногда вспоминает странные вещи. Воспоминания всплывают, когда она видит что-то... Да, да, да. Я понял. Я понял. Посетители. Я понял. Ей можно показать ее вещи. Так она вспоминает о своем... Ладно, ладно. Я понял все. Может, у вас получится? Отпусти. Спасибо за совет. Спасибо. Это я уже и сам понял. Так. Возвращаемся в девятнадцатую. Что, регами надо будет разобраться? По-моему, собака, блин. Потому что она в главном меню. По-моему, собака была. Не знаю. Ну, коричневая, по крайней мере, оригами. А не цветная. Так, стойте. Цветы здесь. Оп. Какая милая орхидея. Дети любили орхидеи. Я выращивала их во дворе. Когда Джон погиб, я приносила орхидеи на могилу. Показать ей то, что пробудет воспоминания. Но, блин. Не-не-не, в другую сторону. Тихо. Так. Пока что ставка на собакина. Потому что он коричневый. Больше нету вариантов у меня других. Давайте. Вертим собаку. Игрек. Внизу. Лэбэ. Влево. Свертели. О, вы тоже умеете складывать собачек? Мои детки любили оригану. Я учила их складывать. Я угадал. Джону нравились собачки. И каждый он называл Макс. Макс, Макс, Макс. Он всех называл одинаково. Я пыталась убедить его придумывать им разные имени. Зачем? Ну, он все равно называл каждого песика Макс. Странно, правда? Я так плакала тогда. Я уже потеряла одного ребенка. А теперь у меня забирали второго. Это ужасно. Приемные родители, миссис Шепард. Вы помните фамилию людей, которые забрали брата Джона? Они были очень милые люди. Я приходила к ним. Сначала я часто навещала, сыночка. А потом я заболела и перестала приходить. Он, наверное, подумал, я забыла о нем. Подумал, что я совсем разлюбила его. А имя миссис Шепард? Как его звали? А я любила его. Ну, давай. Если бы вы только знали, как я скучала. Прошу, Анна, вспомните, как его звали. Подойдите-ка. Да я здесь. Да, блин. На ушко прошептала. Серьезно. И что тебя так шокировало? Ну, что тебя так шокировало? Алло. Это не честно. Это не честный нарратив, блин. Она узнала информацию. И я тоже должен узнать информацию. Я тут старался ради нее. Блин. Последняя буква 961 Rainbow Lane. 18, 24, 130 миллиметров осадков. Последняя фигурка. Последнее испытание. Последняя фигурка. Последнее испытание. Что-то еле ходишь, бро. И какая-то дохера жуткая, если честно, обстановка. Просто пипец. Других мыслей, кроме оригами, нет у него. Минус глаза всем, кто смотрит ночью. Привет, ребят. Оп. У меня снимается крутая камера. Последнее испытание. Так. Готовы ли вы отдать жизнь? Логично. Поехали. В этой склянке смертельный яд. Угу. Он прикончит вас ровно через 60 минут. Угу. Выпив яд, вы получите последние буквы адреса. Вам хватит времени найти сына и попрощаться с ним. Но после вы умрете. Можете выпить яд или уйти. Выбор за вами. Да какой это выбор, погнали. Это совершенно логичный финал всех этих испытаний. Не реветь, не реветь. Хе-хе. Хороший момент. Предсказуемый немножко, но хороший. Давай, Итан. Не теряем время. Сейчас нам буквочки дадут и пойдем спасать. На телефон отправлены последние. Спасибо. Спасибо, женщина из коробки. 852. Че? Орузия что? А где остальные все? Не понял. Я сделал то, что был должен, Шон. Скоро папа спасет тебя. Че-то я, походу, не увидел последних букв. Ну, 852. Рузвельт, окей. Или, типа, фишка в том, что там все равно неполный адрес будет или что? Я до сих пор не нашел сына, а время уже на исходе. Ебаный шифр, гребаный адрес, мать твою. Должен же быть какой-то выход. Ну, вставляет, е-мое. Чайки, железная дорога, паровоз. Так. Под этот шифр подходит несколько разных адресов. Господи, они разбросаны по всему городу. Я уже не успею объехать все. Ай, блин, нихрена не вижу. Значит, 852. Теодор Рузвельт Лейн. Теодор Рузвельт Парк. Теодор Рузвельт Роуд. А можно карту посмотреть? Нет, он, бляха, будет слушать только запись. Ну, паровоз, паровоз, я понял. Блин, лежит же карта норм... А, нет, это, да, это нормальная карта большая. Почему я не могу ее посмотреть? Ну, точно не парк, потому что вряд ли будут делать парк возле... Возле железки. Это же нелогично. А, чайки, все, возле воды, окей. Времени у меня хватит только на один адрес. Если Шона там не окажется, то все, конец. Времени у меня хватит только на один адрес. Если Шона там не окажется, то все, конец. Были же чайки, блядь, или я себе придумал? Да. Да, все, возле воды. Рузвельт Роуд. Правильно вел? 852, Теодор, Рузвельт Роуд. Поехали. Пятница, 18.30. ...пятница, что на Марсе осталось пара часов. Должна же быть хоть одна зацепка. Наверняка у меня под носом. Мальчик умирает, а я топчусь на одном месте. Ну как, собрал свои шмотки? В смысле, блядь? Не понимаю, о чем... Расследование окончено. Убийца найден. Мы больше не нуждаемся в твоих услугах, Норман. Оседлай свои папки и дуй назад в Вашингтон. Честно скажу, скучать я... Да пошел ты нахер. Расследование не окончено. У вас нет улик против Марса? Марс виновен. Дело закрыто. Все равно это тебя не касается. Ты снят с дела. Собирайся и ввали. Блейк. Да ты долбанутый... Брендивший психопат. Принимаю как комплимент. Честно говоря, мне на тебя наплевать. Я нашел мастера оригами. Все довольны. Историей конец. Скатертью дорожка, Норман. Долбоеб. Ты долбоеб. Классический коп долбоеб. О, нихрена тебя начинает путать, братан. Не, у меня даже выбора не было. Он просто походу зарядил полную дозу себя. Фу, его аж сыпется из носа. Умя убийцы здесь. Среди кучи данных. Надо его вычислить. Найти пока не поздно. Я понял. Проводим расследование. И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте. Сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Очень опасно. Я понял. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сам. Так. Закончить УРС. Нет зацепки. У меня чеки были, новые улики. И больше нихрена. Так что давайте. О, О, О. Надо посмотреть запись. И еще это есть. Боди из машины. УРС было в режиме записи. Блядь. Ну спасибо. Внезапно новая улика. Благодарю. Воспроизвести. Раз. Блин, мне тут надо это. Назад. Ну что я ищу-то. Как он катаной пытается меня зарезать. Короче, походу, на каждом кадре надо делать просто паузу. И, наверное, он скажет. Типа, эх, это то, что я искал. Или типа того. Ага. Ясно, 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 понятно. Куповские часы. Да, 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 я помню. Это коповские часы. Причем из этого участка. Часы, которые дарят всем, кто дослужился до лейтенанта. Убийца. Куп. Причем из этого участка. Так, назад, а, стоп, анализировать. А, блин, анализ области действий сюда не подойдет. Сейчас еще чеки посмотрим. Похоже, убийца полицейского. Да, да, да. Картер Блейк. Это объяснит неудачи в расследовании и желание обвинить Итана Марса. Не. Слишком очевидно. Нет, 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 продолжить. Это слишком очевидно. Это ложный ход. Ложный след. Тупо на ненависти к нему. Чека с одной заправки. Возможно, убийца живет неподалеку. Чисто на ненависти к Блейку пытаются сыграть, запутать, но нет. Так, стандартная бумага. Отпечатков пальцев нет. Нет, это ничего не дает. Анализ области действия. Убийца живет где-то здесь. В этом квартале 342 жителя. Так не пойдет. Нужно как-то сузить область поиска. И, кстати говоря, это рядом с тем местом, куда поехал Итан. Так, анализ, а как мне... Я знаю, что он коп. Надо искать копов, которые там живут. Как мне это сделать? Блин, как мне это сделать? А, вот назад. Нет, стойте. Досье, досье. Смотрим досье. Я и забыл, что здесь такое есть. Оригами, киллер, модус операнди, жертвы... Не-не-не, стой, стой. Как налево? Вот. Анализ области действия. Хуй там. Исследовать. Ну, блин, здесь вряд ли что-то новое добавилось. А, ну, хотя мы знаем теперь, что он коп. Убийца Белый, возраст 30-45 лет. Уверен в себе, умен и решительный. Очень собранный, водит машину. Работает наверняка в свободном графике. Я, блядь, знаю, кто убийца. Я знаю, кто убийца пирожочки. Как мне сузить? Так, анализ чеков. Блин, это я уже все сделал. Вот. Так. И одно только имя, походу. Это коп. Но в обозначенной зоне живет только один коп. Попался. Попался. Я знаю, кто это. У него есть склад в порту. Если я ошибся, Шон Марс погибнет. Блядь. А были же у меня подозрения с самого начала, блядь. Был один нюанс, который меня смутил. Был. Пошел нахуй, Блэйк. Ебал твой рот. А это точно та самая машина. В порту? Вызывай спецназ и вернусь. Да, заебал. Что, сегодня? Ясное дело, сегодня, придурок. Прямо сейчас. Не прогоняй меня, Скотт. Не хочу уезжать. Слушай, это всего-то на пару дней. Мне нужно покончить с этим. Я тоже хочу отомстить убийце сына. Иначе нельзя, Лорен. Верь мне. Погости несколько дней у матери, а я приеду, когда все кончится. Скажи мне, кто мастер Оригами? Я хочу знать, кто убил сына. Слушай, вот закончу и расскажу тебе все, что знаю. Обещаю. О! Блин! Да, бля! Это он! Скотт, убийца Оригами. И как мне теперь к нему относиться? К этому пончику, за которого я столько времени играл? Ай, блядь! Держись, Джон! Я за помощью! Ты держись, давай скорее! Вода быстро прибывает! Я бегом! Сейчас вернусь! Так, ну что, куда мы побежим? Мама работает слишком далеко от сада. Я не успею привезти ее! Папа, надо привезти папу! Только он может спасти Джона! Так, куда бежать-то? Надо скорее бежать за помощью! Джон же утонет! Он утонет! Тут никого нет! Некого звать на путь! А вон фургон! Держись, брат! Я приведу помощь, и тебя вытащат! Надо найти кого-нибудь! Вода под... Папа, папа, скорее! Джон свалился в трубу! Да, выметайся отсюда, гля! Отстань от меня! Идем за мной, пап! Идем! Джон утонет! Джон утонет! А, ну так одним прожорливым ртом станет меньше! Пшал вам! Папа, папа, пожалуйста! Джон утонет! Джон утонет, папа! Ты меня слышал? Вон! Пожалуйста, пожалуйста, пап! Вытащи Джона! Вот мудак, блядь! Я просил Джона, но он не слушает! Не хочет идти! Не умирай, Джон! Пожалуйста! Нет! Не забывай обо мне, Скотти! Блядь! Симонет. А-а-а-а-а-а-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok